Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Глава городского поселения Руза Юрий Викторович Занигин Редактор субтитров А.Кулакова 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 Выборы в городе были непростые. И я рад, что победила команда единомышленников, победила команда, которая будет продолжать то дело, которое здесь начал еще с момента вступления в силу 131-го закона. Андрей Викторович, во-первых, спасибо огромное, что вы сегодня здесь, в этом зале. Такой настоящий мужской и очень человеческий поступок. Я хочу сказать, что уже они сделали свой выбор. И я очень надеюсь, что Юрий Викторович Занегин использует весь свой опыт работы в администрации района, председателем света депутатов, используя весь свой опыт работы в исполнительных органах власти. Конечно же, я рассчитываю на поддержку Андрея Викторовича, на ваш опыт, который у вас имеется. Вы очень много проработали главой и очень много хорошего, доброго сделали для города Рузы. Я надеюсь, что с помощью Совета депутатов, я хочу поздравить в том числе и вас, уважаемые коллеги, кто был избран в Совет депутатов города Рузы, что все вместе при поддержке администрации, безусловно, Русского района и правительства Московской области, мы сможем решить те задачи, которые перед собой поставили и помочь в решении тех проблем, которые стоят перед горожанами. Таких проблем очень много, мы о них знаем. Мы в процессе встреч с горожанами во время предвыборной кампании, в процессе нашей повседневной работы с ними постоянно сталкиваемся с этими проблемами. Я искренне верю, я убежден, что мы вместе обязательно их решили. Юрий Ильич, с победой! Успехов тебе в делах, но на нас можешь всегда рассчитывать, ну и на меня лично, безусловно. Депутат Совета депутатов городского поселения Руза Галина Михайловна Ницак Здравствуйте, уважаемые ружане, здравствуйте, уважаемые земляки. Я тоже хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас за оказанное мне личное доверие. Спасибо вам большое. И, естественно, я хочу вам сказать, кто такой Юрий Викторович Занегин. Я с Юрием Викторовичем работала и знаю его достаточно давно, лет, наверное, 20. Тогда, когда он начинал работать в Космодемьянском сельском совете. Он приступил к работе в лихие 90-е годы, и вот даже тогда ему удалось много сделать для своего поселения. Он, я знаю, построил там хорошую котельную квартальную для всего поселка. Он решал вопросы там с обеспечением транспортом, школ сельских, с подвозом. Он занимался много восстановлением церквей, дорогами и так далее. Я думаю, этот опыт ему пригодится в сегодняшнем статусе. У него очень хорошая программа, которую мы все с вами знакомились и читали. И я полагаю, как человек целеустремленный, ответственный, инициативный, энергичный, он обязательно справится с выполнением всех для себя самих поставленных задач. Я его искренне поздравляю и желаю ему успехов. Ну а депутаты городского поселения ему будут помогать и поправлять, если понадобится. Временно исполняющий обязанности главы администрации города Можайск Вадим Валерьевич Скворцов. Председатель Совета ветеранов Русского муниципального района Валерий Петрович Юхимович Уважаемый Юрий Викторович, уважаемые товарищи. От Совета ветеранов района и городского совета города Руза Сердечно поздравляем вас с избранием вас на должность главы поселения Руза. Мне хотелось бы сказать, что та работа, которой вы занимались раньше, законодательная. Кроме того, ложится на вас теперь и хозяйственная работа. Кроме хозяйственной работы, не забывайте, что и политическая работа тоже будет на ваших плечах нашего поселения Руза. Поэтому я хотел бы вам пожелать, чтобы вы всегда слышали голос ветеранов и своих избранников, которые отдали голоса за то, чтобы вы возглавляли замечательный наш город. И чтобы эти голоса были слышимы и те планы, которые вы наметили, были реализованы активно и надежно в интересах наших избирателей. Большое вам спасибо за внимание. Разрешите поздравить вас от всего. Благочинный Русского округа. Протеерей Игорь Лепешинский. Уважаемый Юрий Викторович, уважаемые собравшиеся, мне хочется сегодня в этот радостный день поздравить вас с избранием на этот очень ответственный пост. И хочется всем собравшим поверить о том, что Юрий Викторович незадолго до выборов приходил и просил благословения на вот этот шаг. Ну, понятно, что сейчас многие это делают, но когда все-таки человек просит благословения, то человек осознает, на мой взгляд, что должность, в которой он вступает, это прежде всего должность служения. Служения, так сказать, не только людям, но и Богу. Как у нас, мы говорим, мы священники, у нас служение священническое у престола, вот, мы служим Богу и людям, но точно так же и люди, которые, так сказать, идут во власть, они тоже по идее должны служить Богу и людям. К сожалению, ну, бывает так, что не все это помнят. Вот. Ну, понятно, что мы ни за кого не агитируем никогда и говорим, что на всю волю Божию, так сказать, никого, так сказать, официальный церковь не поддерживает, но я Юрия Викторовича знаю очень давно, знаю его как замечательного человека, с которым очень легко, приятно общаться. И надеюсь, что, и когда он вступил на высокий пост, с ним будет так же легко и приятно общаться, как и раньше, и мы будем решать с ним многие глобальные вопросы, которые у церкви, особенно в Рузе, очень много вопросов, да, вы знаете, существует вот именно по городу, по городу, по взаимоотношению города, города и приходов. Многие вопросы предстоит разрешить, они до сих пор висят мертвым грузом. И я уверен, что с Божьей помощью, с помощью Юрия Викторовича нам эти вопросы удастся решить. Я надеюсь, конечно, на наше активное взаимодействие, так сказать, на не только, так сказать, вот встречи, так сказать, во время праздников или каких-то торжественных актов, а и на нормальную рабочую обстановку, когда могли бы мы взаимодействовать вместе, когда могли бы вместе делать одно дело. Когда мы все вместе делаем одно дело, когда мы все вместе служим Богу и людям, то и результат бывает, как правило, хороший, и за этот результат не стыдно. Поздравляю вас, Юрий Викторович, от себя. Лично передаю вам благословение нашего правящего архиерея, митрополита Крутицкого и Коломенского юминаля, на новую должность. И храни вас Господь на этой должности. Глава городского поселения Руза Юрий Викторович Занегин Дорогие мои земляки, прежде всего я хочу всех вас поблагодарить за вас выбор. И что я могу сказать в этот знаменательный и для меня очень торжественный и судьбоносный день. Прежде всего хочу обратиться к Олегу Александровичу Куйну. Олег Александрович, в 2004 году с вашей командой я опять вернулся в русский район. И мы за этот период времени сделали немало дел. Я хочу продолжить, улучшить их и вместе с вами, чтобы и город, и район наш расцветал. Я это вам обещаю и людям об этом говорю. Здесь нет никакой политики. Мы пришли, чтобы работать и сделать людям только добро и лучше. Чтобы им было комфортно и хорошо жилось. Заместителями главы, я тоже их всех знаю, под деловым качеством. И ни один день, и ни один год. Притирки, я тоже вас, жители, уверяю, никакой не будет. И мы сразу схода начнем работать. Что я хочу сказать главе города Рузы Короткову Андрею Викторовичу. Да, ему пришлось первому по 131 закону стать на эту должность главой. Он отбыл два срока. И не то, что отбыл, он работал. Он создал замечательную команду администрации, которая работает и сейчас. Да, может быть мы ее как-то перестроим по-новому и, может быть, по-новому взглянем на какие-то проблемы в городе. И постараемся их, может быть, немного по-другому решить. Но, Андрей Викторович, я хочу вам от жителей и от себя лично сказать огромное спасибо за то, что вы вложили жизнь свою, 8 лет своей жизни и души в этот город. Я вам отвечаю, что мы не ухудшим, а только улучшим с вашей же администрацией. Потому что в основном все люди останутся те же опытные работники. Я хочу поблагодарить Совет депутатов, который тоже пришел в 2006 году и заново создавал нормативно-правовую базу. Она была одна из лучших и передовой среди муниципалитетов русского муниципального района поселения. Действительно, на нее равнялись. И этот опыт, я думаю, наши депутаты подхватят и будут его, наоборот, еще увеличивать и улучшать. Я хочу сказать отдельное спасибо председателю Совета Дичкову Вячеславу Ивановичу, который создал такой Совет. И я надеюсь, что наш Совет, он, может быть, будет гибче, лучше. И непосредственно будет участвовать, я собираюсь, каждого из депутатов, который здесь непосредственно посвящает во все дела и мероприятия городского хозяйства. Вплоть до лавочки и воды, которая будет течь в кране каждого из жителей. Депутат об этом будет знать каждый и отвечать по своему округу. И я обещаю вам, и говорю здесь сто процентов, что каждую субботу, первая суббота это первый округ, вторая суббота это второй округ, третья суббота это третий округ, мы будем своими депутатами и заместителями обходить город. Люди нас будут видеть, будут видеть и главу, и заместителей, и, естественно, избранных депутатов. Только так мы с вами сможем быть ближе к людям, когда будем слышать непосредственно от них их нечаяния именно сегодняшние. А также я хочу поблагодарить свой штаб. Здесь многие члены моего штаба находятся, они работали действительно самоотверженно, мы разрабатывали с ними программу, которая и понравилась нашим людям. Я благодарю за то, что, в принципе, и они разделили вот те, ту программу, те идеи, и они донесли эти идеи до наших жителей и граждан. Спасибо вам, потому что вы именно был мой отряд, который убедил жителей, что наша программа, я говорю наша программа, потому что мы будем продолжать работать с вами вместе, она лучшая, и жители выбрали ее. И прежде всего я хочу поблагодарить жителей города Рузы, которые 8 числа сделали свой выбор в пользу меня и моей команды. Я обещаю вам, я вас не подведу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ